Давно интересует тема русской мафии в Соединенных Штатах Америки. Смотрел несколько фильмов, где она упоминается. Других источников по теме не нашел. Хотел поинтересоваться у вас, как у специалиста, по подобного рода вопросам. Расскажите, что из себя представляет русская мафия в США? Ближе к закрытию шоу, нас с Тарасом отвел в сторону. Сам патриарх шоу-бизнеса Фред Ната. И сразу спросил в лоб, кто такие Джосеп Кобсон, Олег Тайванчик и Витя Калина. В этом суде были предъявлены обвинения. 33 обвинения, 23 человека арестованы. Все они, предположительно, или большинство из них говорят по-русски и являются выходцами из бывшего Советского Союза. Рэки, торговля наркотиками, заговор с целью убийства, заговор с целью похищения людей. Кобсон – это русский Фрэнк Синатра. Алики – обычная урла. А Калина? Калина – это вообще марка русского фольксвагена. Нет-нет, если верить в Вашингтон-Пост, Джозеф Кобсон у вас самый главный крестный отец. В смысле, русской мафии он имел в виду. А служат в русской мафии бывшие израильские командос и советские боевые офицеры. Русскую мафию боятся даже итальяшки и якудзи. Могущественный повелитель преступного мира. Григорий Лепсвиридзе, он же Григорий Лепс, самый богатый певец России. Казалось бы, что может быть общего между такими разными персонажами? Что, а главное, кто может связывать этих людей? Фред хитро подмигнул. Знаем, знаем, мол, как вы плохо играете. Мы честно признались, что сами слышали о русской мафии только в статьях «Вашингтон-Пост». Руководство фирмы поручило мне устроить корпоративную вечеринку для работников шоу, ну и вендоров. Понимаете, я не хочу снова идти в приевшийся всем вот посюда Олиф Гарден. Привет, дорогие мои друзья. Сейчас мы едем в один из моих любимых ресторанчиков под названием «Олиф Гарден», что переводится как «Оливковый сад». А вот если верить Вашингтон-Пост, где-то в районе Саут-Бич и Сани Айлс, тут, в Майами, у русской мафии есть целый ряд фешенебельных ресторанов, где гуляет вся их верхушка. Вернее, я хотел сказать, вся ваша верхушка. Тщеславный Тарас сказал, что заказывать корпоратив там, где гуляет вся наша верхушка, может быть, не совсем по карману для господина Глобуса, хозяина нашего шоу. Опуленс, I has it. I like the best. This one. But I also like savings the money. So when DirecTV tell me five months free for most premium television package, с моей хитрой подачи выбор пал на квази-узбекский ресторанчик Чайхана. Если бы гастроном Геллеровский родился в Ташкенте, он со слезами в голосе писал бы только про самсу закяс, а не какие-то там растягай. Хрустященький, свеженький. Вот из-за этого я сюда прихожу. Салатики и супчики. Хлебушек такой горячий. И вот только что здесь выпекают, прям здесь греночка. Тарас, Фред и я чинно уселись в арендованной для руководства фирмы Ягуар и подорвали решать организационные вопросы в логовище Кобзоновой мафии. Чайхана оказалась в трех шагах от башни Трампа, где тогда жгла в автокресле сама Кристина Орбакайте. Тарас сфоткал Фреда на фоне фальшивого бухарского ковра. Смотрите, очень красиво нарисованная картина. Потом, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. И свет во тьме... Вот, видите, тоже картина такая интересная. Интересная картина. А я отозвал в сторону метра до отеля и предупредил, что будет чрезвычайно много выходцев из Узбекистана. Чаевые заплатят, ну просто мегагалактически. Поэтому не стоит, не стоит разбавлять кипятком шурпу. Через пару часов прибыл автобус с шумной толпой батраков нашего шоу. Так как господа Глобус и Эмиль Фарб, а также большие вендоры, держатели независимых стендов задерживались, к столам мы допущены не быть. Толпица на улице у Чиханы, которая находится в нескольких кварталах от дома, на ступеньках которого сраный ковбой-гомофоб подстрелил самого великого Джани Версачи, а рядом расположилась маленькая собственная гостиница Мадонны, было бы вызывающе для полиции заняться по избежанию возможных процессов с пластями. Орешкин загнал весь табор в бак, настрого предупредив быть крайне консервативными в отношении крепкой выпивки. Эх, это был мой первый в жизни корпоратив, и хотя он еще не начался, уже было тошно. Проводить время с кучей людей, от которых меня даже на работе слегка мутило, твердо зная, что единственной темой будет тема прибыли и процентов. Придется мило улыбаться, и хором повторять мантры Центнеров с Гектара. Вот он, ставший для многих символом новой родины магазин Сейфбэй. Как я перенесу это все? Был необходим глубокий наркоз. Корпоратив наносит психике ущерб ранга операций по удалению аппендицита. Я с тоской вспомнил о Дрю и его магической способности находить дежурные аптеки на любой широте и долготе Соединенных Штатов. Очкарик Рэндл Портланд дал аванс двум кубинским лесбиянкам, которых наняли для общения с ордами покупателей. Лесбиянки, кстати, вам скажу, в жизни не так привлекательны, как в глянцевых поп-порнах. Старшую лошадь звали Синди. Как зовут младший? Блбей, не вспомню сейчас. Я отправил Синди текст, но она не ответила. Ну и дура. Могла бы срубить больше, я бы на ее канал всех-всех вендоров шоу посадил. Смирившись с судьбой, я подошел к бару и очень-очень консервативно заказал большую тройную отвертку. За баром стояла уставшая молодая блондинка с печальными глазами. Кофточка у блонды была белая и полупрозрачная. Не понимаю, зачем под полупрозрачную кофточку надевать лифчик? Ну, это ж парадокс, ребята. По уровню усталости, дивы и возрасту я сразу определил. Из русских студентов по обмену. И только-только делает смелые шаги навстречу великой американской мечте. Пахая, как чумная на трех работах. Копит на угол в башне Трампа. Салатик и супчик. То есть безлимитные. Заказываете один раз. Ну, платите за один раз и заказываете сколько хотите салат и столько супа. Их здесь четыре разных. Как говорят ирландцы в Бостоне. Кровинушка моя. Я знаю, что пара моих фраз подействует на землячку, как прямая стимуляция клитора. Но, увы, потом она захочет, чтобы я оказался или богатым натурализованным евреем, или, на худой конец, владельцем Ягуара, на котором приехал. Капитаны психоделических на уходоносров мало интересуют русских студентов в Америке. Бабье оно тоже нынче мельчает, че уж там. Я свел все к бизнесу. Пользуясь привилегией быть носителем общего с ней древнего славянского наречия, коим из сидящих за барной стойкой, похвастать никто больше не мог, я брякнул. Ты слышь, слышь, не переставай подливать этим сизым рылом у бара. У нас корпоративка, знаешь, в конце вечера заплатят за все одним махом, устанут, как собаки, нажрутся, некому будет умничать и пересчитывать. Добившись, таким образом, интимного расположения барменши и угостив, как настоящий Робин Гуд, всех бродяк одним махом, я добавил тройной русский стандарт в большой стакан и чуточку соку апельсина. Глядьте, я глотал гадкую водяру, не отрывая глаз от сисек средней полосы России. Все они хороши и красивы, пока молодые. Водка не действовала. Я снова текстнул Синди. Потом ко мне подошел Рэндалл Портленд и предложил. Слышь, слышь, пойдем спалим косого у тебя в машине, а? Машины нет, Рэнди, мы на Егорах вон домчались. Но это ничего, ничего. Мы ведь как бы не в Америке сейчас, а в субъекте Российской Федерации. Жди, жди. Я подошел к барменше и выяснил, что она Марина. Водка тут, конечно, сыграла со мной подлинную штучку, потому что я, как пылки сухого кобылин, возопил. Сквозь каждое сердце, сквозь каждые сети пробьется мое своеволье. Меня, видишь, кудри беспутные эти, земною не сделаешь солью. Мариночка, сладкая вы моя, ну где здесь можно косого по-быстрому спалить? Она подозвала официантку, татарочку Динару, с такими же пустыми, уставшими, оловянными глазами. И та провела нас в пыльную подсобку. Пока Рэнди набивал священную трубку, он даже прокомментировал случившееся странной фразой. Да, к вам, к русским, в Амстердам надо обязательно съездить. Весело у вас, наверное. Всего моего запаса английских слов не хватит рассказать. Как у нас весело в Амстердаме. Боль безымянного иммигранта, исчезнувшей страны, на которую сейчас всем-всем насрать, Я разделил с травой сорта кислая солянка. Я знал, что курить эту гадость в больших количествах по меньшей мере опрометчиво. Но суицидальный бетон корпоратива терзал мою душу. У меня друг вот таких вот восемь супов съел. Мы с ним поспорили, что он съест десять, но он съел восемь. Мои движения стали очень осторожны и легки. Я в ужасе понял, что если ко мне сейчас обратиться хоть кто-нибудь Из наводнивших чайхану потомков обезьем, я сразу определюсь. А еще мне казалось, что запах сенсимили разнесся по всему залу. Глобусы уже давно съехались, и мы с Портландом двинули налобное место. Чайхана была выполнена в стиле младо-турков, и к традиционному узбекскому дизайну интерьеров отношения имела весьма-весьма отдаленные. Наш корпоратив занял два стола, огромный и поменьше. Мы с Тарасом пытались убедить Фреда Наттера снять весь ресторан, но он настаивал, что присутствие завсегдатов придаст вечеринке особый колорит, аутентичность. Брат Николаев, проходите. Не-не, потому что уже ровно 12, куранты бьют, мы совершаем все онлайн. Друзья, разрешите я полминутки всего. Мы сегодня собрались, ввиду того, что мы в Сакраменто живем по большой-большой милости Господней. И вы знаете, Господь нам дает даже то, что людям даже в голову не приходит. Вот эти напитки нам из Италии привезли, доставили все. Мы сегодня будем кушать мороженое, такой десерт. Это нам из Риги, из Латвии привезли. И вот эта компания, которая привезла из Риги мороженое, они как бы и угощают нас сегодня и мороженым, и едой, и все. Поэтому слава Богу. А щита, в свою очередь, не повергнут Эмиль Фарбов в холодный пот. Вот. Остановившись у порога, я оглядел зал. Раньше, в молодости, от травы мне хотелось смеяться и шутить. Сейчас мне просто страшно. В зале сидело несколько завсегдатая в чайханы. Люди, которые не могли позволить ежедневный ужин в соседнем кабаке, там, где диджей, пьяный диабетик и бывший ведущий утренней почты Юрий Николаев. Завсегдатые одеты в поношенные костюмы. Это в основном так называемые диссиденты, отказники и прочие оклеветанные клевретами клиенты брежневских психушек, где КГБ испытывал на них сыворотку правды. Золотая волна русской эмиграции. Токарь Вилеев и Шафутун Михайлов. Москва над Гудзоном. У русских борцов с режимом сплошь оттопыренные губы старенького Андрея Вознесенского. Жирные мочки волосатых ушей Роберта Рождественского и бумажные глаза Пришвина. Вопросы о деятельности? Вопросы о деятельности. Взаимно. Вот, благодаря этому человеку, друзья, мы живем на даче в Санта-Крус. Потому что вот мы разговорились, и наша мысль начала двигаться в этом направлении. Мне стало смертельно тоскливо. Я вдруг понял, что если каким-то чудом меня не вышвырнут из Америки и не пристрелит какой-нибудь сраный арабский или индусский ковбой на заправке, где я иногда пизжу по утрам Red Bull, то на старости лет я буду сидеть вот точно так же, с торчащими из носа волосами, хлебать с тылую квазишурпу или псевдоокрошку в псевдорусском ресторане а-ля Иосиф Давыдович Кобзун. Приглядевшись к расстановке фигур Миттельшпиля, я заметил, что компания за большим столом, состоящая в основном из батраков и мелких вендоров, в моем настоящем глубоко параноидальном состоянии, является наиболее привлекательной. А вот Рэндалл Портленд, видимо, утерял все свои шахматные способности и кулем брехнулся прямо в самое логовище за стол глобальным корпоративным преступникам, которые всем своим чванливым видом напоминали зарисовки с последних дней Нюрнбергского процесса. Сесть незамеченным мне все же не удалось. Я очень старался не задеть кого-нибудь локтем или, упаси боже, наступить на ногу. Отвлекшись весь, полностью погрузившись в этот чрезвычайно трудоемкий маневр, я напрочь забыл о другой опасности. Когда моя задница уже практически сидела в мягком полукресле, я случайно зацепил совковую крахмальную скатерть. Что-то куда-то поехало, нежно зазвенело серебро, а в качестве жирной точки с семипалатинским грохотом ухнулся в дребезги фужер моего соседа кличем. За посуду каждый будет платить отдельно. Веско и так, чтобы все слышали, произнес хозяин нашего шоу, господин Эмиль Фарн. Потом все шумом стали требовать разъяснить им название и предназначение блюд узбекской кухни. Пенни была уже изрядно веселой, и она закричала, как забираемая на ментовский субботник прошмандовка. «Эй, Русо! Русо! Переведи это меню на нормальный английский!» Я вжал голову в плечи, но, к счастью за неблагодарное дело, взялся мой напарник. «Тарас, я же говорил вам, напарник у меня, что надо!» Я начал с классического министруни, такой овощной итальянский супчик, очень вкусный министруни. Вот. И, наверное, постараемся попробовать все четыре супа. Я их не осилил все четыре, но потихонечку попробуем. А так вообще можно хоть 20 супов есть, и стоит это 12 долларов. Я думал 9, но они немножко повысили. То есть, 12 долларов, и вы едите сколько хотите салатов и супов. Здесь еще есть солька такая морская. Можно ее вот так вот на салатик. И перчик тоже, смотрите. Классно. Снова начал расслабляться, но тут ко мне прилип, как банный лист Ричи. Пришлось минут 15 разжевывать ему тонкости узбекской кулинарии, чтобы в конце услышать. «Ха, ладно, ничего мне не заказывай. У меня диабет вам. Закажи только салат, а чук-чук-чук». Когда вокруг меня, наконец, все затихло, я стал игриво подумывать об еще одной большой-пребольшой отвертке. И заодно оглядел всех сидящих за моим столом. Да, такой корпоратив возможен только в Америке. За столом сидел китаец мистер Ли, итальянец Анжело, американка немецкого происхождения Лиз, негр Тони, пакистанец Шах, мексиканец Павло, украинец Тарас, индус Анджай Пахуджа, колумбиец Эрман, пуштун Фердос, бывшая мексиканка Пенни Домингес с падре Даниэлем, гаваец Маун Маун, зомбезийц Леонардо Нгома, ну и ваш покорный слуга, гражданин без паспорта и вольный стрелок с сигарет. Походило на экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Мы ждали прихода советника тайной канцелярии графа Лаврова, чтобы принять резолюцию по Сирии. Вместо Лаврова появилась официантка Динара, неся на блюде огромного с ароматным парком бордового омара. Извините, господа, кто заказал свежезаваренного омара? Я удивился тому, что омаров теперь подают в узбекских харчевнях, да еще и как чай подают, свежезаваренного. Но еще больше поразился чьей-то бесшабашной дерзости. Заказать свежезаваренного омара баксов, наверное, за 80, прямо под носом у глобусов, это Александр Матросов стайл. Ну, кто же заказал свежезаваренного омара, господа? Громко повторила бедная девочка. Ни одна падла не рискнула ей ответить. Тут вмешался господин Эмиль Фарб. Как Лаврентий Берия на допросе, он грозно вопросил. Ну, кто заказал этого свежезаваренного омара? А-а-а? В зале наступила гробовая тишина. Можно было слышать, как Роберт Рождественский в углу шанкает стейк своей вставной челюсти. Никто не заказывал, нет? Несите-ка его мелочко обратно на кухню. Несите, несите. И тут Мавр Нгома прям рядом со мной взревет. Не надо его на кухню, позвольте. Как же это, господа? Зачем же сразу на кухню? Сюда несите этого свежезаваренного омара, раз уж заварили. Весь грязный корпоратив оборачивается и прям-таки в упор таращится в мою сторону. А эта дура Динара берет внеземное членистоногое с выпученными глазами и прям передо мной ставит. Ну, что ты будешь тут делать, блин? Суп обалденный. Тоже такая свежесть. Овощная. Он никакой там не пустой или не скучный. Здесь вот и базилик чувствуется, и тимьян, и орегано. Обалденно. Я вам много кушать не буду, потому что я хочу попробовать все четыре супа. Они разные. Зукинчик, смотрите. И тут мне Фред длань на плечо опускает. А ну, пойдем. Сейчас, думаю, заставит подписать соглашение в трех экземплярах, что стоимость лобстера вычленят из моей зарплаты. Оказывается, приехала Синди и ее партнерша. Охранник их, конечно, в святая святых не пустил, а вызвал Фредди Натана. А тот уже, в свою очередь, меня. Ну что ж, ничего не оставалось, как сказать Фреду, будто девочки здесь по тайной просьбе господина Глобуса. Хм, многозначительно улыбнувшись тонкому вкусу руководства, заказавшему пару лесбиянок на десерт, патриарх удалился в свои покои. А я быстро вправил девочек между угомой и сразу завозившимся толстым почкуном речи и в прибрыжку побежал слушать полет шмеля римского Корсакова. Ха, кокс меня спас. Я настолько устал от искусственно вызванной шизофрении, как побочного эффекта от курения кислого дизеля Портланда, что лупанул столько, сколько могло поместиться в нос. А кокс Майами хорош, хорош кокс, это вам не Бостон. Через пять минут из туалета вышел уже трезвый, остроумный и уверенный в себе хозяин жизни. Теперь мне похуй за таким столом сидеть. Любого отболтаю так, что голова кругом пойдет. И какой кокс, блядь, словно с цепи сорвавшийся кокс. По-английски это можно одним словом сказать. Есть фильм такой. Джанго. А в русском переводе Джанго освобожденный. Ну что за хуйня, ребята. Unchained. Это одновременно тот, с кого сняли цепи, и с цепи сорвавшийся. Понимаете? Ну ладно, тут я увлекся, блин. Я могу под коксом диссертации защищать. Вот этот хочется доесть, но нельзя, ребята. Нужно еще один супец. И это будет последний. Ну всего здесь четыре. Хотя можно съесть 60, если у вас это желудок позволяет. Перед самым отъездом господин Глобус отозвал меня в сторонку и спросил, как идут дела. Я понес обычную околесицу о перевыполнении плана по мясовырубкам. Мистер Глобус меня прервал. Он вытащил из кармана носовой платок с фамильным вентилем семьи Глобусов и сказал, ну-ка, на-ка, вытри-ка нос. Пока я с ужасом думал, сколько же кокса я таскаю над верхней губой, где-то уже с полчаса. Господин Глобус вытянул из кармана две кубинские сигары и протянул одну мне. Кубинские сигары в Америке вне закона. Как, в общем-то, кокс и героин. Поэтому найти их не составляет никакого труда. Платок он мне тоже подарил. Я со сладким удовольствием втянул дымок Кахибы. Но бронхи были так изувечены с соляркой Портленда, что я загаживался. Эрик Майнар покидает нас. Ты, наверное, слышал. Женится на какой-то писаке, неизвестной из Нью-Йорка. Я не думаю, что сильно сожалею об его уходе. Знаешь, в стрессовой ситуации на нашем бостонском шоу только ты проявил себя, как человек, ставящий интересы компании выше собственных. Знаешь что? Я хочу предложить тебе возможность дополнительно заработать. Нужно взять шефство над эксплуатационным обслуживанием всех кассовых аппаратов нашего шоу. Таким образом, нам не придется нанимать человека со стороны. Прямо брать кого-то с улицы. Или тратить деньги на обучение компьютерным азам нашего доверенного среднего менеджмента. Ты отлично подходишь под профиль, под всем, и нужно нам пора расти. Начнем с тысячи баксов в неделю. Ну, это немного, я понимаю. Так и работы я тебе особо не добавлю. Не спеши с ответом. Не спеши. Подумай. Ха, что тут думать. Я под коксом думаю всегда очень быстро. На то он и стимулятор, понимаете? Да-да. Ха, да-да. Я согласен. Я готов. Только хотел бы кое-что поменять там в системе в целях модернизации всеобщего кассового нетворка. Я жду подробный имейл в понедельник утром. Спокойной ночи, господин Глобус. Будь здоров. Поменьше веселись. Я понимаю, Майами есть Майами. Но кокаин, мой друг, ой-ой-ой, удовольствие не дешевое. Попробовал? Ну и хватит. Много шалевших я вернулся в зал. Но наших уже вовсю оттуда гнали. Пока я курил с глобусом сигары, Андрей Вознесенский попытался пригласить Пенни Домингес на мазурку. А горячий падре Даниэль дал ему пощечину. Русскоговорящая, так мы ее назовем. Постоль во сколько там и евреи, и русские, и чеченцы, и кого там только нет. Украинцы, поляки, черти что. Ну, функционирует. Никаких глобальных, так сказать, правонарушений она там не совершает. Сидит в своем небольшом углу, занята своими делами, там что-то жульничает, крысятничает. Все достаточно скромно. Чего сравнивать с колумбийцами? Вот колумбийцы там тысячи тонн наркотиков завозят в Соединенные Штаты. Миллиарды баксов на этом городе.